Бизнес-тренинг в актовом зале исправительной колонии строгого режима. Коучи из фонда развития предпринимательства, слушатели, гладковыбритые и весьма колоритные арестанты. Не каждый день такое увидишь. А между тем, организаторы уверены, что у такой категории лиц, что называется, в крови предпринимательская жилка. И люди с судимостью могут построить свой бизнес с нуля. Есть история успеха, когда люди, выйдя отсюда, запускали бизнес и у них все получалось. Запрос скорее от государства. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы люди сюда больше не возвращались. Заключенный Вячеслав к такой встрече подошел со всей серьезностью. И хотя он отбывает наказание за кражу телефона, считает, что еще способен достичь успеха на бизнес-поприще. Он мечтает обучать других игре на музыкальных инструментах и выступать на широкую публику. Пока же концерты в прямом и переносном смысле камерные. Свою музыкальную школу. Студия, звукозаписи, вокал, что преподавался, игры на разных музыкальных инструментах. А может быть, уже в голове был какой-то бизнес-план? Может быть, знаете, сколько вам нужно финансов выделить для того, чтобы эту идею реализовать? Да, финансов сильно много, это по сути и не надо. Я вот не знаю, многие говорят, там миллионы нужны. Да нет, миллионов нет. Единственное, что будет сложно, это вот аппаратуру закупить. Да, она дорогостоящая. Потому что там станция звукозаписывающая, колонки, профессиональные микрофоны. Как выяснилось, на бизнес-идеи заключенные богаты, бедны финансами. Но организаторы проекта заверяют, на самые удачные стартапы государство выделяет гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Да и с рекламой обещают помочь. У нас широкий спектр услуг. Это и разработка видео-аудиороликов рекламного характера с прокатом. Это разработка одностраничных, многостраничных сайтов, печатание рекламно-информационных материалов, разработка фирменного стиля. Наша стратегия работы в том, чтобы не кормить голодного, а дать ему удочку, чтобы он ловил себе рыбу. Вот мы их направляем просто, куда обратиться, куда сходить. Сейчас выйдешь, особо никуда не берут. Деньги, если и берут неофициально где-то, бывает, что кидают, деньги не дают. Многие поэтому повторно и возвращаются. А когда человек заряжен, вот у меня личная история, я тоже как-то проходил эти места лишения свободы. Организаторы признают, людей судимостью в крае немало, и трудоустроиться им после выхода из колоний и тюрем, конечно, нелегко. А между тем, лучшей социализацией для отступившихся и желающих вернуться к нормальной жизни может стать поддержка грамотных наставников и любимое дело. Только так человек может чувствовать себя реализованным и нужным себе и обществу. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.